Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. В последнее время меня очень сильно раздражает мой молодой человек, мне вместо почти 3 года. Он в армии, и с недавнего времени моё плохое настроение переливается на него. Хотя ни на никого другого я агрессивно не реагирую. Почему он раздражает меня сильнее всех? Почему так? В том числе меня без этого вопроса о том, как, например, я провела день, что делала и что нового. В общем, просто большое количество вопросов. Я не знаю, что я с этим делаю, потому что реагирую я достаточно бурно, особенно на то, что мне не нравятся. Я понимаю, что его обижаю, он хочет поговорить, но вот у меня нет большого желания рассказывать и делиться с ним чем-то. Собственно, вы не задаете никакой вопрос, да, то есть, что вы хотите. Ну, вот в этом контексте, так скажем, тут могут быть разные варианты, вот, но я, например, вот, со своей стороны, да, то, что вы, на мой взгляд, по крайней мере, вот, во-первых, либо за что-то обиделись на своего молодого человека, то есть, что-то он вам сделал, ну, вот, такое, знаете, чем-то вас обидел, вот, либо так, либо он ощутимо нарушает ваши личные границы. Вот, честно говоря, честно говоря, тема, касающаяся личных границ, мне кажется, наиболее вероятна. То есть, я прям не думаю, чтобы он вас чем-то, чем-то, чем-то обидел, да, вот, я не думаю, чтобы он, он, ну, он вас смог обидеть, чем-то, скорее всего, нет. Вот, хотя, тут тоже могут быть варианты, да, вот, то, что он в рамках своего поведения, он нарушает ваши личные границы, и вы, ну, вы чувствуете просто, что он, так скажем, он пытается на вас опереться, да, пытается как-то вот, значит, ну, образ, условно говоря, подпитаться, да, вот, вот это вот вам, скорее всего, неприятно. И это, вообще-то говоря, нормально, что вам неприятно, вот, абсолютно, как мне кажется, нормально, что вы хотите об этой странице, вот, абсолютно нормально. Вот, я думаю, что, пусть вы раздражаетесь, связано с тем, что вы, в принципе, не умеете говорить о том, что вас, ну, беспокоит. Вот, не умеете, не умеете говорить о том, что, ну, вот, не умеете говорить «нет», молодому человеку, скажем, молодому, возможно. То есть там, где нужно сказать «нет», или там, где нужно сказать «прямо», что «случай, я сейчас, да, там, не хочу с тобой разговаривать», там, и так далее, вот. Нам не надо это делать, вы этого не делаете, вот, почему-то, вместо этого вы пытаетесь, ну, как-то вот его поддерживать, да, пытаетесь, пытаетесь как-то, а, ну, из себя что-то, вероятно, строить, да, то есть, как бы, ну, стараетесь играть, стараетесь играть, вот. Вот, ну, а, получается, естественно, не очень хорошо, потому что, ну, вам, ну, тяжело это для вас, вот. То есть я хочу сказать, по сути, хочу сказать, что вы себя, на мой взгляд, довольно сильно здесь ограничиваете и сжимаете. Я, конечно, не знаю, как вы к этому пришли, для этого нужно, наверное, поисследовать природу ваших взаимодействий с новым человеком. То есть вполне, вполне возможно, что он так вот как-то было всегда, то есть, ну, так было всегда, что он вот на нас опирался, но вы этого не замечали до поры до времени. Вот, сейчас этого, сейчас этого стало больше, наверное, и вы это замечаете. Вот, плюс, таким вот, весьма, я бы сказал, неприятным бонусом здесь может идти такой еще элемент, как защитная реакция. Что это значит? Это значит, что вам может быть тяжело и нелегко сейчас. Ну, потому что вы сладым человеком не вместе и можете, вот, как-то переживать, скучать по нему. Вот, а он вас, он вам, по сути, а себе таким образом напоминает. И напоминание вам, ну, конечно, конечно, напоминание вам тяжело. То есть это, ну, это нормально. Вот. Момент здесь, опять же, только в том, чтобы вы себе вот разрешили вот эти чувства. Да? Да? То есть, чтобы вы разрешили себе чувствовать вот эти эмоции. Чтобы вы, ну, как бы вот, признали, может быть, что они у вас есть. Вот. А то сейчас вы выглядите как человек, который запрещает себе что-то чувствовать. А раздражение, оно, вот, ну, как бы никуда не девается. Потому что человек, он, на самом деле, может нарушать ваши личные границы. Вот. Поэтому здесь нужно работать именно в этих, в этих направлениях. Вот. То есть, как бы, раздражение свидетельствует о том, что человек действительно подошел к вам слишком близко. Вот. Вот. Если, если он вандурок, я не буду, ну, ну, мужчина, да, если мужчина вандурок, то я бы, конечно, рекомендовал, я бы рекомендовал вам, как-то вот, поговорить. Так, знаете, ну, серьезно, об, эээ, открыто. Вот. Вот. И, как-то вот, открыто ему донести, вот, эээ, свою, вот, ну, позицию, да, свое, свое состояние, вот. Вот. Которое у вас сейчас есть. Понимаете? А, еще, вот, то, что вы пишете, да, то, что вы описываете, а, еще, на мой взгляд, свидетельствует о том, что у вас перед ним есть чувство вины. Что вы какая-то не такая, да, что ведет себя как-то неправильно и так далее. Вот. Ну, это, вот, тоже, пока, достаточно, эээ, привозно, я бы сказал, штука, потому что, эээ, ничего хорошего. А, в этом смысле, эээ, ну, не, 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 не получится. А, если, вот, вы будете, эээ, на чувстве вины, в данном, эээ, случае, вот, как-то выстраивать отношения. Вот. Поэтому, тут, эээ, решать, эээ, тут, конечно, вам, именно, вот, решать, вот, именно решать вам. Эээ, ну, я бы рекомендовал, все-таки, эээ, если чувство вины у вас имеется, то, я бы рекомендовал вам, эээ, его, во-первых, заметить, и, во-вторых, обсудить, а, потому что, ну, как бы, как бы, вот, само оно никуда не уйдет. Вот, если не, если не можете, эээ, ну, так сделать, эээ, если не получается, так сделать, ну, ситуации разные бывают, то, тогда, эээ, я рекомендую вам, вот, к ээээ, ну, к психологу обратиться. Либо индивидуально, либо, вместе с молодым, эээ, человеком, вот, и обсудить, проблему. Вот, я, честно говоря, не думал, что факт того, что он в армии, ээээ, здесь является, ну, каким-то критическим, вот. Я думаю, что совершенно не проблема поговорить, совершенно не проблема кто-то судить, вот. Если он, конечно, не где-то, вот, на, таком, ну, знаете, строгом режиме находится, вот. То есть, ну, выделить, вот, какое-то время, на беседу, по, хочется верить важному вопросу, ну, на мой взгляд, вполне возможно. Ну, эээ, решать, этот вопрос, решительно вам. То есть, эээ, кроме вас, этот вопрос больше, никто решить, эээ, не может. Да и, в принципе, не должен, вот. Поэтому, если вы говорите, вот, что, эээ, не знаете, как, эээ, вам действовать, да, ну, вот, как бы, не знаете, вот, эээ, что вам делать, эээ, ну, вот, в этой, ээээ, ситуации, эээ, вот. То я, эээ, предлагаю, вот, обратить внимание на данные аспекты, заметить их и постараться, эээ, реализовать. Обратили, сейчас, пока молодой человек не рядом, вы сможете сделать что-то еще. Вот. То есть, ну, как бы, вот. Пока он, пока он в армии, да, он, ну, все равно вы сможете как-то, вот, эээ, действовать, эээ, более, эээ, направленно. Вот. Скажем так. А, жить вам, ну, вот, как-то нужно, вот. Вот. Поэтому, желательно, да, вот, чтобы вы отношения не разрушили. Вот. Вот. Сделать это можно достаточно легко, ну, ну, достаточно легко можно. Отношения разрушить, особенно, вот, если, если на расстоянии люди находятся. Вот. Поэтому я и говорю вам, что, эээ, ну, сдерживаться, то есть, если вы, вот, ну, будете пытаться, эээ, будете пытаться, вот, ээээ, сдерживаться, да, будете пытаться, ээээ, как-то, вот, ну, не вести себя, вот, эээ, так, как вам хочется, вот, то это будет, на мой взгляд, эээ, большая проблема. По крайней мере, так, как правило, бывает. Вот. И, в целом, вот, может быть, есть, есть такой момент, в целом, может быть, есть такой момент. Что вы не очень, эээ, довольны, например, эээ, своей, своей жизнью. Да? То есть, вот, тоже подумайте, подумайте об этом, эээ, вот, насколько вы довольны своей жизнью. Потому что, если, своей жизнью вы недовольны, если, ну, если вас, вот, чем-то она не устраивает ваша жизнь, эээ, если вы, там, ну, эээ, хотели бы, как-то иначе жить, допу, допустим, эээ, если вас что-то не устраивает, то, вот это, эээ, тоже очень важно заметить. Это, молодой человек может, эээ, может сам, того не замечая, да, а, сталкивать вас, вот, эээ, с внутренним конфликтом. Совершенно, не специально, то есть, абсолютно, вот, абсолютно не целенаправленно, да, но, как бы, делать он это может. Вот, как раз, чтобы этих всех, эээ, вещей избежать, вам нужно развивать вот эту вот, эээ, внимательность к себе и своей психологической жизни. Вот. Сейчас пока что, ну, вот, к сожалению, я бы не сказал, что вы это делаете. Вот, на этом всё, надеюсь, эээ, что вам это было, эээ, полезно и интересно. Надеюсь, вам это, эээ, да, даст, эээ, вот, эээ, ну, какую-то, ээээ, пищу для, ээээ, для размышлений. Вот, надеюсь, что, ээээ, что-то новое вы для себя, ээээ, увидите, ээээ, в этом. И надеюсь, что вот как раз в качестве обратной связи сформулируете какие-то базовые постулаты для того, чтобы можно было быть, например, заняться психотерапии с вами, да, если вы, как бы, ну, заинтересованы в этом. Опять же, я пока не знаю, чего вы хотите, хотите, ну, опять же, я пока не знаю, хотите ли вы вообще заниматься терапией, считаете ли вы это серьезной проблемой, потому что я, например, вижу, ну, некоторую систему в том, что вы вот игнорируете, так скажем, себя и вот свои чувства в том числе, в том числе, вот, ну, какую-то злость, вот, в том числе, какой-то такой, ну, какой-то, неприязнь, вот, это, в принципе, вполне нормальное явление, вот. Удачи вам, всего самого доброго, вы большая молодец, что об этом заговорили.